Нежелательные соседи. В одном из домов Днепровского района новые предприниматели доставляют большие проблемы жителям дома. Они уверены, из-за ремонтных работ в подвале здание просело и может рухнуть. С места событий наши журналисты. Дом по улице Добролюбова 12 построен почти 70 лет назад. Спустя десятилетия коммуникации здания износились и оно находится в аварийном состоянии, говорят жильцы. По их словам, последний ремонт здесь проводили еще в 80-х. Между тем, такое положение вещей не смутило предпринимателей в свое время открыть здесь кофейные заведения. Кафе растут просто как грибы. То есть не выйти на балкон совершенно невозможно. Под окном столики, курящие, постоянно разговаривающие люди. С недавних пор в этот и без того небольшой дом, напичканный кафетериями, пришел новый предприниматель, который выкупил квартиру на первом этаже. В его планах, утверждают люди, организовать здесь то ли питейное заведение, то ли магазин. Новоиспеченный сосед сразу же принялся за работы в подвале трехэтажки. Они начали проводить лакокрасочные работы у себя в квартире. При этом, при всем, они закрыли все окна. Весь запах от этих работ поднимался нам вверх по стояку. Грязь, пыль в подъезде, то, что трещит квартира. Вот это основные проблемы. Потому что неизвестно, что происходит с самим помещением и с зданием. Наглядный пример – обрушенные кирпичи в подъезде и строительный мусор. При этом доступ к подвальному помещению опечатан. Из-за таких ремонтных работ, говорят люди, часть здания просела, а из-за вновь образовавшихся трещин дом может и вовсе рухнуть. Каким образом предприниматели получили разрешение на проведение ремонтных работ и возведение нового торгового объекта, люди спросили у тех, кто по умолчанию должен быть в курсе. Мы обратились в департамент с просьбой объяснить нам, что происходит. Мы обратились в районную администрацию, получили ответы, что предоставлены все документы, проведена комиссия, никаких нарушений нет. В ответе районной администрации нам была сделана такая отписочка, получена с года проживающих в этом доме, в этом подъезде. Насколько нам известно, мы собирали подписи. Подписи у нас все прилагаются в документах. Жители нашего дома категорически против организации кафе, летних площадок и магазинов. Жители дома сетуют. На их обращение к властьимущим ждали ответы не меньше месяца. А вот все разрешающие документы предпринимателю предоставили буквально за пару дней. При этом вследствие проводимых им работ нарушается и несущая конструкция стены, заявляют жильцы. Они считают, утверждать такой проект было недопустимым решением. И перед этим, как минимум, нужно было посчитаться с мнением жильцов. Чтобы риск обрушения не стал реальным кошмаром, люди намерены обращаться в различные инстанции.